всем доброе утро дамы и господа постерушки у меня я уже с утра сучусь работаю собирал картошку там в старом доме в общем тут мы больше больше на это на посадку вот ну перебрать там еще маленько надо будет но это уже она будет расти три ящика короче адреты получилось на посадку и вот таких три ящика вот этой ранней но это переданная ведь такая хорошая картошка адрета вообще огонь вот лук перебрал принес повесим на какое-то время мне хватит здесь я лук люблю лук морковку здесь как раз одна головка прям не вот так на покушать готовить варенье есть огурцы закатаны живала гусиный из свиной есть варенье тоже валом томаты есть у меня три баночки томатов это меня угостили что-то типа лечи попробую что еще помидоры спеют вчера живут баночку сделал мало опять как в том году не на следующий год я больше возьму баклажанов перцев мало очень мало вот баночку вчера закатал ну типа икра баклажанов но это в типах но это не игра ничего короче сборная солянка тоже сюда кушать будем вот так ну чё на зиму и как бы готов у меня все есть сахар и полумешка у меня еще мне его за глаза до следующего года опять хотя в том году и потратил два ну с учетом того что брошку еще ставь ставил так чё почти ружки кости ружки работает на улице сегодня обещали дождь вообще одну стоит на сегодня и на завтра дождь но сегодня такой маленький кратковременный вроде как завтра дождь должен быть неплохой филимона моего филимона грязный в гараже с утра порядок навел вы металл грязь пособирал то я потом сжигать буду когда ну чтобы она там на улице не стояла под дождем чтобы не могла вот это мы знает на костер короче все это дело чем заниматься буду пока пока не знаю но уже как бы начал так хожу делаю потихоньку камеру с собой не будешь везде таскать вот потому что где-то руки заняты там старый дом закрыть это за что оттуда картошку таскал банок у меня целая гора по набрал блин ну ничего они лишние не будут 3 литровых у меня только тут три мешка маленьких там я мешок насобирал в общем нормально банок у меня хватает сколько будет необходимость они у меня уже есть набирал же там и деда алычи хотел сделать еще компотов банки 3 накрутить поставил в погреб и так она стояла ну и начало уже днеет не ахти пришлось отдать этим засранцам вот они на и солдатики покушать есть все есть всех накормил уже здоровые стали вообще кто-то написал вчера комментарий одного петуха хватит там на 100 курей не очень сильно ошибаетесь это кто-то из города наверно кто не знает что такое петух и что такое куры одного петуха на 10 курей оставляют вообще-то один у меня есть остальные все вот что у меня есть и мелкие большие все куры все у меня за 30 штук вот поэтому этим тоже он насыпал клюют потихоньку сладкое любите засранцы покушать у вас там еще есть эти тоже он ничего подрастают нормально вырастут надо будет я может быть сегодня поеду в магазин правда мы пока что-то у меня необходимости нет но необходимость есть в том что надо купить им росту посмотрим может мешок росту я возьму говорят они быстрее короче на росте растут вот курочки у меня не несутся пока жду-жду бегут все все домой все прячутся бегут громоногие вы мои видите сколько этого куриного помета я пока специально не трогаю пусть лежит я его и тогда я хотел его вытащить потом думаю не а пусть лежит сейчас огород пройдет я все туда утащу кто-то написал типовой гореть будет за зиму она все попере горит поверьте мне зимой не так холодно дожди сырость и она все попере горит я ящики отсюда вытаскивал там в одном ящике этого куриного помета пол ящика было высыпал он все я его сегодня уже не вижу дождь прошел он весь размок растекся так что это все ерунда чтобы не горела это свежим этот помет старый лежит вот свежим пометом он будет гореть да а этот нормально тут лежит у петухов там нормально я насобираю по огороду по раскидаю и за зиму он себя придет еще делают водой заливают и чтобы потом поливать постоит потом раскисает перегорает и потом можно поливать что-нибудь на следующий год будем умнее это будет уже третий год будем умнее будем делать по-другому немножко ух какой здоровый а здоровый смотри какой засранец ну еще два я уже присмотрел тут два петуха хороших еще два оставлю пока курочки маленькие я их не выпускаю пускай сидят но те два я все равно оставлю остальных это в середине августа начну бить сейчас вот куплю как раз мешок этого роста буду этих просто подкармливать то я думаю что они возьмутся будут расти я же их изначально в принципе ну человек там маленько стартом стартанул потом просто маленько покормил сколько было это движет уже достал буля гуляется визгу от него лает ничего сделать не может просто на росте то мы возьмем там пол мешка мешок там 40 килограмм по моему возьму пол мешка килограмм 20 я думаю хватит вот ну и планы у меня там надо дерево пилить пойдемте поглядим цепь я наточил на пиле сейчас уже домой так что можно уже все делать под себя так как мне нужно здесь я хочу сделать забор от соседа это к соседу надо закрыть а тут уже все калитку накатали по эту пропинку вот здесь вот это вот надо попилить чтобы здесь сделать выровнять вот эта сетка у меня есть тут придется по отпиливать мне повыдергивать по вытаскивать ну и делать забор сетки весь виноград видите жалко но в этом году я его осенью выкопаю вот спилить надо вот эту яблоню она мне здесь не нужно стоит под орехом и с той стороны яблоня тоже не нужно там еще яблоня тоже поспилить там грецкий орех растет мне надо что там грецкий орех рос пускай растет вот еще одна яблоня тоже спилить надо кукуруза толком не фига ну что-то вот вылазит посмотрим созреет может сварим чего-нибудь того есть вот смотрите к чанчик уже неплохой так помаленьку есть это хорошо еще дожди прошли сейчас вообще она нормально хоть это чуть-чуть расти начала вот черешня вот это вот яблоню мне надо отсюда выпилить ее яблоню выпилить забор этот убрать сложить вот эту акацию это надо соседов прям брать пускай пилит пилит она будет ложиться на мою сторону где-то столбики тут конечно у него возьму ведь разваливать все все гнилое все это надо менять чуть делать переделывать новый забор ну и вот эту вот дичку это дичка спилить ее скосить грецкий орех вот он у меня растет закрывает тут все все грецкий орех оставлю а это все остальное вы кашу вы кашу ой 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 вон смотрите сколько в этом году это дерево дало жердела видите валом валом и ореха смотрите ореха в этом году вообще отлично он ну и на этом дереве но смотрите тоже пойдет я думаю мешочек даст он мне в этом году в том году мешок не дал ну я с двух деревьев насобирал полтора мешка это такой средний орех а то дерево у меня крупное крупный орех хороший но то дерево в этом году не дает но у меня еще и сверху меня вообще 11 деревьев грецкого ореха еще сверху есть что пару мешков я думаю насобираем в этом году вот в общем как то вот так вот эту грушу тоже вот стоит это тоже дичка тоже надо отсюда выкосить она здесь не нужно вот она меленькая вот такая вот мне она здесь не нужно мне она закрывает черешни черешни подрезать надо будет туй две оставлю больших эти две середине это мои планы такие на на ближайшее время сейчас огородом закончу осталось что как помидоры морковку выкопать и на морковку перетереть в морозилку я не берусь потому что я говорю пока ну смысл мне морозилку включать в холодильнике в морозилке у меня там мясо лежит я там места нету эту большую морозилку включать ну просто электроэнергию тратить петухов бить начну ну и потом уже и морковку перетру и туда морозилку помидор еще хочу тоже под заморозить маленько помидор у меня там вроде как бы хватает на следующий год немножко по-другому я мало я взял что-то я как-то ну думал мне хватит мало мало очень мало вот перцев баклажанов мало а его здесь вот тоже груша вот эту грушу я хочу отсюда спилить спилить потому что здесь виноград виноград неплохой в этом году смотрите я его по обрезал кто-то мне говорил о неправильно там все такое смотрите видите немного но дал это это чисто винный виноград а груша это мне здесь мешает я ее хочу отсюда убрать здесь под виноград сделать ну как под огурцы делать я забыл как называется пускай растет здесь куст один но он старый вот такой смысла нет перекапывать потому что он там под бетон залез там это если я его сейчас буду выкапывать ему придет капец короче поэтому пусть растет я его сделаю здесь он будет расти по этой штуке короче я не знаю как она называется вот в общем вот так сейчас чуть дальше дальше я сейчас перекушу у меня там постирушки идут надо куда стирается сейчас все в этот на улицу вешать сегодня не видно сегодня не тянет так облачка есть меленькие ну нормально вот так мы сегодня чем-то по-любому еще буду заниматься может деревья вот эти поспиливаю по убираю в общем поглядим сейчас мне надо покушать перекусить проснулся есть но я сегодня вообще так не хотел вставать честное слово я сегодня валялся до последнего до 8 часов почти пол до 7 погода днем 25 ночью 13 они 18 сегодня утром было 16 градусов вот ладно смотрите дальше что буду делать буду показывать вот ребятки подпилил я тут маленько навел порядок брусья типа вырывал оттуда столбики все сейчас но сегодня я уже все не буду заниматься потому что жарко и он весь мокрый я ходил выпиливал там-то в сбить сюда у меня есть 44 столбиков у меня есть железных убить чтобы здесь четко приходить еще и туда раз два метра через два с половиной на три два три четыре нормально еще две сетки надо мне покупать где-то там какие-то отдает я что-то посмотрел они короче гнил и понапилил видите что это за машина у меня стоит интересно поэтому смотрю молодые люди какие-то обосрались тут у меня в саду я хочу оборзел походите я чуть не упал клоуны за больше нет диску посрать на так но и вот так короче все это дело все я бланю эту тоже отсюда убрал вот хоть хоть немножко сейчас сюда будет попадать свет жалко этот виноград виноград хороший нифига он в этом году не дал вот видите виноград хороший ну ничего страшного вот этого дерева на тоже отсюда убирать это тоже яблони вот уже такая полудичка у меня аж истерика началась оборзели для пришли ко мне домой срать я вообще в шоке честное слово надо делать заборы везде закрывать все ну еще на днях займемся в общем этим забором ну и спилил я ребята вот этот пенек отсюда убрал я его маленько помучился конечно оп опа все разрубить закинуть и в дрове нет вот здесь чистенько я почему здесь делаю чисто отсюда вот это тоже все надо будет убирать я хочу здесь сделать ну какой-нибудь навес чтобы летом шустрить этим то летом ладно бог с ним посмотрим впереди еще времени хватит сухой погоды так что надо там в дровах надо выбирать брусья там какие есть в общем ну смотреть что есть мы сделала здесь в крышу стол поставили печка есть свечет где-то что-то тут готовить компоты крутить то в общем ну как то вот так надо все это выровнять щебень у меня есть поставить эти сделать кирпичи в дворе да ну начу брусья потом ставить метра три наверно сделать три три с половиной посмотрим на что там досок у меня хватит вот на это я сейчас разрублю потому что тяжело поднимать они тяжелые ну сухая ведь уже все сколько я тут пилил а сколько пилил и тут кускай ну все наконец-то спилил сейчас разрублю увезу и все будет чисто железяку это притащил специально хочу мангал сделать ну как нибудь руки дойдут сделаю мангал из нее в общем вот так как то вот такой вот у меня день сейчас я буду делать пока еще не знаю что я еще буду делать картошку убрал в огороде чу то пойду посаду меня помидоры лежат в этом в холодильнике маленько пойду в огород еще посмотрю там помидоры тоже зреют пособирать муж баночку помидор закрутить на сначала в интернете пойти посмотреть как их крутить я-то их не крутил там не женщина в том году помогала она крутила помидоры получились очень вкусно мне понравилось вот все ребят на этом я видео закончу кому понравилось ставьте лайкосик обязательно не забывайте подписываться на канал на яндекс цен ссылочки все есть в описании под видео закрепленном комментарии ну все всем пока а а и а и и и и и и и и Играет музыка. 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 Играет музыка.